Ола, Омегас! Ну и к прекрасному, необъяснимому, к миру, что каким-то чудом уживается с новостями из него. Но, для начала, для поднятия настроения, камалочка и лженаука математика. Не-не-не, чел, 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 ты слышал, что Трампе учудил? Он такой, не принимайте закон демократов по границе? И к нам как хлынуло, вот как потекли потоки. Слушай, мать, я вообще вот писака грозный, и вот репортажи о границе, мой конек, втыкаешь, да? И вот полностью с тобой согласен, что проблема с нелегалами началась задолго до вашей администрации. Но они вообще всегда были. Но, подруга, как только ты с Байденом к власти пришла, их количество в 4 раза выросло. Это за ваши 3 года. Там границ вообще уже нет, только вот на контурных картах остались. Ну, Трамп плохой, все понятно, границу не охранял. Но после него вы были, и вот в 4 конца. Это вы вот обоср... А, ну, не досмотрели, что ли, или че это было? Блин, ну ты тяжелый чел. Это древняя проблема, и мы вот-вот ее решим. Прямо вот я прихожу, и хренак все решили. Да ты не поняла, вы уже 4 года у власти это решаете. И вот это твое вот хренак и все, это вот хитрый план, или вы в лужу приспустили вот с пузыриками? Я уверен, что наша политика была офигенна. И она направлена на устранение проблемы. Но, походу, что-то пошло не так. А не так это вот этот рост в 4 конца? Ну, слушай, но благодаря нашим умным действиям мы сократили поток нелегальной миграции на 50%. Едреть, мать, у тебя увеличилось в 4 раза и сократилось в 2. Это че, синонимы, что ли? А все помнят, как ладушку в кровь сбивая в парламенте Канады герою, сражавшемуся во время Второй мировой против Советского Союза паства Трюдо с приглашенными гостями хлопали. Но там еще слезы радости, восхищения и признания нескончаемыми потоками лились. Ибо сам гунько да воплоти, да перед отчаянием благодарного канадского народа. Но там, правда, не все оценили, так что извинились и перед Израилем, и перед цыганами, перед русскими не стали, ибо еще раз, он же с ними боролся, какой нафиг извиняться. Но шло время, и от попки вроде отлегать начало. И, что еще хуже, от Рюду Лэнди забывать начали. Ай, п нельзя, это от Аташенька. Так что решили в Оттаве замутить мемориал с жертвам коммунизма. И план одобрили, и баблишко выделили, да что там, построить и то смогли. И вроде все по красоте, только ленточку перерезать осталось. И вот они, овации, в перемешку с гулом восхищения. А тут фигак из заминка. Министерство наследия Канады в позу встало. Мол, а думайте сидио... Ээээ, идейные вы наши. Там из 550 фамилий, больше половины это военные преступники и нацисты. Эээ, ну, гордые представители УПА и латышских последователей. Там, конечно, в бычку. Мол, ну и что, они же тоже жертвы ужасного коммунизма. Ээ, дискриминация. Ну, ладно, вы необучаемы. Но, может, подскажете, а на какие вы вообще все это построили? За чей счет банки-то героевы наши? Ну, как за чей? За счет потомков жертв этого страшного коммунизма. Самого господина Шухевича и хорватского Побелича. Ну, а дальше там рука-лицо у одних и полнейшее непонимание происходящего у других. Притом, у кого и что, вообще не важно. А все же с каким-то теплом, что ли, воспринимают смех Шольца. Но он добром или детской непосредственностью, что ли, отдает. Ну, знаете, дитя-то так кашку с ложки прям в телевизор метнет. И такой звонкий на весь дом голосок улыбку умиления у родителей вызывает. И судить, что это и как я не буду. Но вчера тут правительство Германии решило малек подбодрить граждан. И выкатило прогноз экономического роста страны. Который вместо трех десятых процента составит две десятых, но со знаком минус. Экономический рост. Как там, кстати, расследование по северным потокам. Че нарисовалось, аль пока нет. Ну, ничего, может к третьему году возвышение экономики Аки Феникс. Какая умная мыслишка в голову и придет. Хотя, о чем я. Там еще генсек правящей партии 35-летний парнишка. Послушал все это и такой. Ребята, я мухожук. Ибо че-то болезнный я какой-то. А партии нужна энергия. А у меня ее нет. На какую часть тела он болезнен и конкретики пока тоже нет. Ну, как бы еще вчера прыгал-бегал. Шольц и наш герой. А сегодня, ну, бывает еще. Изменение климата, грязный воздух. Недостаточно быстрый зеленый переход. Хотя проблема, конечно, не в зеленом переходе. А в том, что немец обленился. Но вот за рынком не поспевает. А во времена таких исторических аномалий нужно быстрее подстраиваться по день сегодняшний. Ведь это не только экономическая задница, что без стеснения две булки в окно показывает, но и время возможности. Ну, для таких людей, как Николас Маттеи. Что за год на одном велосипеде и с минимальными познаниями в грамматике стал миллионером. Да, у него нет подруги. Он ворует туалетную бумагу из общественных туалетов и каждую копеечку откладывает на пенсию. Но поднялся он на доносах, написав более 4000 жалоб на соседей. А все благодаря новой немецкой инициативе. Но стучи на соседа и получи процентик от штрафа. Сколько денег поднял на мамке с папкой неизвестно. И да, ему 18 лет. Как тебе такой, Илон Маск? Отличного дня. Пока.